Добрый день всем! Сегодня мы начинаем третью лекцию нашего цикла дислексия и искусства, и я ее посвящаю Агюсту Родену. Ну, опять-таки, я каждый раз говорю о том, что вся моя информация, основанная на том, является ли данный художник, архитектор, дизайнер, скульптор, дислексика, основанная не на моих каких-то профессиональных личных научных изысканиях, потому что я не являюсь специалистом в дислексии, а основанная на той литературе, чаще всего англоязычной, которая издана. В частности, на книгах, которые посвящены возможному взаимодействию дислексии и искусства. Значит, ну вот герой нашего романа, Агюст Роден. Значит, за последние несколько лет в Лондоне было показано две совершенно блестящие выставки. Одна из них была показана в Британском музее, Агюст Роден и Античная Греция. И вторая выставка, которая была показана в Тейт Модерн, которая называлась «Создание Родена». Мы, в принципе, будем основываться на этих двух выставках, когда мы будем говорить о Родене. И таким образом, некоторым образом, немножко поговорим о его каких-то биографических вещах. Ну вот я вам показываю картинку из Британского музея, которая как бы становится некой доминантной заставкой нашего разговора. Дело в том, что хотя Роден так достаточно прилично прожил, да, 77 лет, до 40 лет его скульптором назвать нельзя. Тем паче гениальным, известным и так далее. Ибо до 40 лет он был кем угодно, только не скульптором. В свое время, не поступив в школу изящных, высшую школу изящных искусств Франции, да, он вынужден был работать как декоратор театров, как помощник модельера, как, собственно, работник индустрии декорирования зданий, да, работал модельером сербской мануфактуры. И фактически до уже такого солидного по тем временам возраста, до 35 лет, он не выставлялся как скульптор. И этот удивительный факт, потому что, собственно, его считают абсолютно выдающимся скульптором, который просто изменил представление о скульптуре. И, собственно, Герберт Рид, один из выдающихся арт-критиков в книге, посвященной истории современной скульптуры, именно современной скульптуры, начинает отчет именно с его имени. Ну вот мы видим, так сказать, аутентичный один из павильонов Древней Греции в Британском музее, который Роден увидел тоже уже в достаточно таком серьезном по тем временам возрасте, в 40 лет, когда он получил свой самый главный заказ жизни, о котором мы поговорим отдельно. Это «Врата ада» по божественной комедии Данте. Это случилось в 1880-м, когда ему было 40 лет. На год позже он посещает Британский музей и видит древнегреческие храмы и скульптуры Парфенона. Собственно, это единственный его источник по большому серьезный на тот момент знаний о скульптуре, кроме еще фризов Лувра. При том, при всем, что большая часть его творчества посвящена, так сказать, теме Древней Греции и античности, в самой Греции он никогда не был. Умер он в 1917 году в своем доме в Медоне, где дом был построен по обращику как раз Парфенона с античным таким фасадом. И он вставляет в арки своего дома, который очень сильно мифологизировал, который сакрализировал этот дом, вставляет как раз оригинальные скульптуры Древней Греции, Древнего мира, Древнего Рима, который мы, собственно, здесь можем видеть. Собственно, вот что увидел Роден в 1881 году. Это мраморы лорда сэра Элджина, британского посла в Атаманской империи в Константинополе, который договорился купить эти развалины и части Парфенона с турецким султаном. И, собственно, Парфенон был не только из-за времени своего существования, но из-за того, что венецианцы просто его в какой-то момент практически полностью уничтожили, на территории Парфенона находился склад оружия и пороха. И венецианцы в своей войне с турками просто подрывают Парфенон, ну, поэтому, в общем-то, он находился в тяжелом положении, но, в общем, к древнегреческим памятникам отношение было тогда, ну, в соответствии с эпохой того времени, да, не очень, так сказать, заботливое. Поэтому Элджин доставал такие более-менее полные фрагменты, не заботясь ни о какой, конечно, археологической сохранности. Очень много метаморфоз происходило в связи с не только покупкой этих мраморов, но и их доставки на территорию Британии, когда Элджин их доставлял в Британию, корабль затонул. И плюс к этому, ну, Англия это такая страна, где, в принципе, любой закон парламентский, а покупка британским музеем этих античных памятников рассматривалась британским парламентом очень долго на предмет законности их приобретения британским музеем. Хотя до сих пор существует серьезный конфликт между современной Грецией и современной Англией по поводу законности приобретения этих мраморов Элджин. Ну, вот, собственно, такие они прекрасны. Как вы видите, они выставляются именно в том виде, в котором они были приобретены и доставлены в Англию. Почему я на это обращаю ваше внимание? Потому что когда сэр Элджин готовил коммерческую продажу этих работ в Британском музее и даже договаривался с Людвигом Баварским, который хотел их тоже приобрести, он попросил Канову доделать недостающие части, которые отсутствовали в этих скульптурах. Но, к счастью, Канова отказался от этого проекта и оставил их вот в таком первозданном виде, в котором мы сейчас, собственно, их и наблюдаем. Но в Лувре, в отличие от Британского музея, фронтоны, рельефы, в том числе профенона, как бы восстанавливались. Вот эти вот части, отсутствующие головы, руки, отсутствующие ноги, прочие фрагменты делались для экспонирования. И, кстати сказать, впоследствии Роден очень много сделал для того, чтобы их вот эти фальшивые части скульптуры убрали. Это, кстати, очень сильно окажет на него воздействие, именно отсутствие частей в античных скульптурах, и серьезно повлияет на то, что он будет делать впоследствии, и мы это увидим. Значит, в Британском музее состоялась выставка, которая взаимополагала творчество Родена и древнегреческой скульптуры. Почему это происходило? Потому что, собственно, есть очень много оснований как бы осознавать творчество Родена как некое определенное развитие определенного направления его мысли, определенной идеи. И, в частности, вот мы видим эту знаменитую скульптуру Родена, которая на самом деле максимально знаменита в его творчестве, знаменитый поцелуй, который принадлежит Британскому музею. Вот сейчас вам станет очевидно, что это не есть отдельная скульптура, которая была создана Роденом ради этой скульптуры. Она являлась первоначально лишь фрагментом того глобального проекта, который он делал фактически большую часть своей жизни. Значит, увлекаясь, конечно, древней Грецией, он увлекался и культом богини Афины. Вот одна из его скульптур, изображающая жену итальянского художника с Парфеноном на голове, потому что, ну, во-первых, античность. Он считал древнегреческую скульптуру наивысшим, как бы, апофеозом в истории скульптуры, делая свои собственные произведения. Он старался делать их из мрамора, именно используемую в Древней Греции, в частности, скульпторами Парфенона. Да, поэтому... А кроме того, Афина, она не только покровительница города Афин, не только богиня мудрости, она еще покровительница ремесленников и скульпторов. Собственно, когда мы говорили о древнегреческих скульпторах, мы их имен практически не знаем. Это всегда считалось не искусством, а ремесленничеством. Вы даже не назовете мне ни одного, как бы, музы, скульптуры и живописи. Просто нет в Древней Греции. Но, тем не менее, Афина-покровительница ремесленников, соответственно, и покровительница, создатель скульптуры. Кроме одного скульптора, который дошел, имя которого, ну, не одного, там несколько, но заглавный, да, это Фидий, так сказать, информация о котором, о величии которого дошло до наших дней. Значит, перед тем, как... Я поясню, как связан все-таки поцелуй древней Греции и Роден. Я вам хочу показать несколько работ, которые, или даже начну с одной, которые предшествовали этому основному проекту его жизни. Это так называемый бронзовый человек, который открывал эту выставку в Тейт Модерн о создании Родена. Да, она выполнена в бронзе. Идеальная модель человеческого тела. Значит, эта скульптура, которая делалась Роденом 16 месяцев, современниками была принята как творение фальшивное. То есть она была настолько анатомически идеальна, а это была в данный момент задача Родена, которая еще по большому счету не была никаким известным скульптором. Я настаиваю на этом. Декоратор, модельер, сербская мануфактура, скульптура для зданий, потому что это вот такая викторианская эпоха. Она требовала как бы в интерьерах домов тиражной скульптуры. И это достаточно обычная вещь была. То есть тираж, это не изобретение современного искусства. Вот даже это очень так наглядно описано в одном из произведений Канан Дойля, посвященной Шеролку Холмсу. Это как раз, так сказать, та же самая эпоха приключения шести Наполеонов. Вот. Это же такая тюненная работа, доведение до идеала скульптуры. Значит, в чём его обвинили? Его обвинили в том, что он не мог создать столь совершенное произведение искусства, и что это просто слепок с человеческого тела. Безусловно, он смог доказать, что это не так. А почему это было логично? Вообще, в принципе, история, в том числе с Древней Грецией, она такие вещи, это были достаточно распространённые. То есть не вся древнегреческая и древнеримская скульптура вот столь уж уникальна, да, потому что, ну, какую роль играла скульптура в те времена? Она играла роль монументальной пропаганды, по большому счёту. Этих скульптур должно было быть много. Они не всегда делались в мраморе, они делались из камня, в том числе, который очень быстро разрушался. Поэтому наипростейший способ для массового создания, особенно для древнегреческих храмов скульптуры, было как раз облепить человеческое тело, сделать слепок и натиражировать, так сказать, героев и богов. Поэтому его обвинили в том же самом. Скандал всегда очень способствует, так сказать, возведению в какую-то известность имени художника. И это был этап, когда всё-таки Родена уже начали потихоньку признавать, хотя салон отвергал его. Но тем не менее, поскольку он был модельером сербской мануфактуры, и более того, он вполне так прилично зарабатывал вместе с скульптором Альбером Корея Белёзом, который был бельгийским известным скульптором. Он его пригласил, в том числе, когда Белёзу было поручено декорировать скульптурой брюссельскую биржу. Ему нужен был ассистент, и очень многие вещи Роден делал за него. Но не подписывая их. То есть многие эти вещи, которые делал непосредственно Роден, но там подписи не будет. Однажды всё-таки он подписал своего имени на этом тандем, а распался. Но тем не менее, вот этот период модельера, ибо прежде всего Роден – модельер в скульптуре. Я ещё раз потом позже объясню, почему. Вот приносил ему серьёзный доход. И, соответственно, правильные социальные связи. Таким образом, в возрасте 40 лет, практически не создав ничего серьёзного в скульптуре, он получает заказ, коммерческий заказ на создание ворот по божественной комедии Данте для музея декоративно-прикладного искусства Парижа, который не был, в общем-то, открыт по определённым причинам. И вот мы видим, мы видим перед вами то, чем фактически до своей смерти занимался Роден, потому что при его жизни эти ворота не были созданы в бронзе и не были инсталлированы. Сейчас, естественно, это всё существует. Когда мы смотрим фрагменты, мы вычленяем, в том числе, вот если мы смотрим на верхний портал, мы уже видим мыслителя. Мы видим фрагменты большого количества сплетённых, такая драматургия страсти, боли, порока и такое каскадное видение вот этих вот фигур, которые уже утрачивают свою полную индивидуальность, которые являются фрагментами единого целого. Это и есть то, что потом стало скульптурой Родена. Когда он понял, что он не сможет воплотить этот проект целиком, он начал эти скульптуры выделять и делать из них отдельные произведения. И вот, в частности, мыслитель, мыслитель этой вот часть фронтона этих ворот является частью этого его большого проекта. Безусловно, поскольку Роден был не просто скульптором, он был, как вам сказать, он был человеком, который в некотором смысле определял эпоху. Эпоху прежде всего он определял не только своими особыми произведениями, искусствами, но своими выдающимися манипулятивными способностями. Он сакрализовал себя, он называл себя реинкарнацией Фидия в буквальном смысле. У него было много идей, которые повлияли на общество той эпохи, увлечённый мистицизмом. Он свой дом, который в Медоне создал, он создал это как некое мистическое место, где устраивал определённые шоу, которое фактически привлекало огромное количество литераторов, богатых людей, людей, которые, так сказать, были эстаблишментом общества. У него собирались люди, которые очень популяризовали его творчество, поэтому он был очень влиятельной фигурой той эпохи. он придаёт, конечно, мыслителю, естественно, собственные черты. А это тот самый знаменитый поцелуй. И вот это вот то, что в нашем сознании принято считать скульптурой чистой любви, на самом деле является лишь фрагментом той грандиозной инсталляции, я ещё раз к ней вернусь, «Врата ада», которые были созданы Роденом, основываясь по большому счёту на не только произведении Данте, но и на цветах зла Бадлера. И, значит, я ещё хочу обратить в связи с этим ваше внимание на одну вещь. Помимо скульптуры, Родена, как и Фидия, увлекала архитектуру, потому что ведь Фидий прославился не только как создатель богини Афины, бога Аполлона и так далее, стоящий внутри храмов Паверфенона. Он создал, так называемый, то есть он не создал, он рассчитал и использовал идеальную пропорцию одной стороны по отношению к другой, чтобы создать идеальную пропорцию здания, идеальную пропорцию храма. Эту пропорцию мы до сих пор в очень многих вещах используем. Если вот в определённые размеры холстов живописи, 60-90, предположим, или же даже если вы сейчас достанете свою кредитную карточку, это будет пропорцией, собственно, Паверфенона, то есть то, что идеально воспринимается. Соответственно, поскольку Роден относился к Фидию как к некому своему персональному предшественнику, он создаёт эти врата ада, использует ту же самую пропорцию Паверфенона. То есть фактически это архитектурно-скульптурное произведение, в котором вот эта вещь очень серьёзно зашифрована. Значит, сейчас, собственно, я хотела бы поговорить с вами о том, какую проблему поднял Тейт Модерн, создавая вот эту совершенно необычную для нас экспозицию, создание Родена. Значит, основная мысль этой экспозиции, а, как вы понимаете, есть Тейт Бриттен и Тейт Модерн. Тейт Бриттен – это классическое более-менее искусство, где и находится, собственно, поцелуй. Тейт Модерн – это современное и концептуальное, радикальное искусство, искусство 20-го, 21-го века. Так вот, по идее, кураторов Тейт Модерн скульптура Родена заслушивает того, чтобы находиться в Тейт Модерн, а не Тейт Бриттен. Почему? Потому что вы сейчас увидите, я это вам наглядно покажу. Ой, я ещё забыла. Знаете что, я всё-таки вернусь и вам скажу по поводу, поцелуя этого, да? Почему всё-таки, каким образом этот поцелуй оказался, так сказать, образом врата ада? Потому что на самом деле это не чистые любовники, совершенно не сцена любви. Это сцена страсти и убийства. Как бы сцена пороков. Потому что здесь изображены, это герои Данте, да? Это Паула и Франческо. Собственно, застигнутые братом Паула во время измены его жены и его брата. Он убивает их обоих, и таким образом эти герои-любовники попадают в ад. Значит, что характерно для этой скульптуры? То, что она была высечена из единого куска мрамора, да? Потому что наивысшей доминантой творчества вот с этого момента Родена становится не композиция, да, а именно соединение тел, да, который перестает иметь какую-то собственную персональность, да? Это должны быть соединенные фрагменты тел, которые приобретают совершенно другое качество и другую функцию. Поэтому и по идее Родена эта скульптура должна была сделана из-за единого, как бы, куска камня. Что касается всех его работ, то я не могу вам сказать, так ли были выполнены все работы, ибо вот если задаться вопросом, а что такое оригинальное произведение в случае Родена? Оригинальное произведение в случае Родена – это то, что я вам покажу на этой выставке, к которой мы перейдем сейчас. Это его гипсовые слепки. Он модельер. Он очень часто, поскольку он был таким пропагандистом, он был манипулятором, он был гуру, он был, так сказать, очень выдающейся сам личностью, он очень часто позировал, а фотографии играло очень большую роль в его творчестве, потому что он фотографировал свои произведения в разных композициях, как некий творческий процесс. Значит, в случае Родена, вот мы видим эту скульптуру. Их существует 365 поцелуев, которые принято считать скульптурами Родена. Ибо на самом деле Роден никогда сам ничего не делал ни в мраморе, ни в бронзе. Никогда. Он делал только скульптурную модель из гипса, которую потом резчики по камню или бронзовики переводили в скульптуру. Существовал даже специальный прибор, немножко запамятовала, как он называется, сейчас я вам скажу, который увеличивал и рассчитывал, как малая форма может превратиться в форму большую. Это на самом деле достаточно часто использовалось. И поэтому вот на всех этих фотографиях, где он как бы изображен там зубилом, молотком и так далее, это по большому счету такая некая рекламная акция презентации себя, как скульптора. Но я не помню этот прибор, я в общем не буду заморачиваться, как он называется. Вот, значит, на самом деле вот для Родена еще что еще важно, да, то, что он был, ну, основные его темы, помимо всего прочего, это темы, которые посвящены именно обнаженному телу и архитектуре. Значит, на него очень сильно повлиял кот Манех. Были даже прижизненные выставки обоих, где они выставлялись уже вместе, когда как раз вот в тот период 90-х годов, когда уже Роден становится известным скульптором, Мане известнейший художник, они выставляются вместе. Так вот, о Мане, Роден говорил, он помог мне понять свет, ню, море и соборы. Да, вот это вещи, которые для него, в его жизни имеют большое значение. Итак, вот эта выставка создания Родена. Значит, чему она прежде всего была посвящена? Она была посвящена событию, которое произошло в 1900 году. В 1900 году Роден на пике своей славы в рамках всемирной ярмарки Парижа на площади Альма открывает свой собственный павильон. Павильон он, естественно, выстраивает в формате и стилистике Парфенона, античного павильона, где показывает экспозицию, совершенно нетипичную для тех времен. Он не показывает свои работы, их не выставляет просто так. Он показывает процесс создания, произведения искусства, процесс скульптуры с пылью, с грязью, с валяющимся гипсом и так далее, где он представляет именно свои гипсовые скульптуры. Не только гипсовые скульптуры, но и фрагменты скульптур, которые находятся там же. Почему от него начинают отчет современного искусства в скульптуре? Потому что он по большому счету делает современную инсталляцию. И, естественно, это производит фурор. Но Роден не будет Роденом, если он не начнет позиционировать себя, не начнет позиционировать себя с Великой Грецией, не начнет позиционировать себя с Фиди. Дело в том, что он начинает, когда он уже приобретает коммерческие заказы, он начинает коллекционировать античность, он начинает коллекционировать Древнюю Грецию, Древний Рим. И в этом павильоне он ставит свои работы на оригинальные античные колонны. Как бы абсолютно подчеркиваем, что он вышел оттуда, он есть единое целое. Вот здесь вы видите вот эти вот врата, а до которой лежат и фрагменты к этим вратам. Но, конечно, уже совершенно в другом формате. Как вы уже тут видите, что часть его скульптур изначально не имеет определенных фрагментов. Рук, ног, голов и так далее. Он намеренно продолжает эту линию Фиди. Он реинкарнация Фиди. Он великая новая скульптура, которая, так сказать, не утрачивает этой своей линии. И вот этот павильон на площади Альма фактически воссоздается в Тейт-Модерн. И когда эти отдельные фрагменты выставляются в экспозиции, становится очевидно, что это художник, на которого мы должны точно посмотреть совершенно другими глазами. Вот этот оригинальный фрагмент. Ну, перед этим я еще должна сказать, что в Медоне, да, он, когда закрывается этот павильон в Париже, он его переносит туда, делает часть своей экспозиции. И там он выставляет между своими работами у него сад, этот павильон. Он фактически там делает собственный музей античности, где перемешивает фрагменты античных работ с фрагментами и скульптурами собственных работ. И делает единое поле скульптуры. И все эти фрагменты имеют очень, конечно, к этому нельзя относиться без иронии, потому что один из его секретарей делает опись его работ, где, допустим, написано. Фиди, Микеланджело, Парфенон и так далее. Естественно, атрибутировать так его коллекцию невозможно. Он покупал этот просто на черном рынке, вот эти вот нелегальные фрагменты античности, которые попадали в Европу. Но он говорил, что подпись Фиди на фрагменте может увидеть только художник, соответственно, Роден. А все остальные, ну, дураки. Итак, вот что нам демонстрирует Тейт Модера. Вот что такое настоящий Роден. Вот его гипсовые формы, с которыми он работает следующим образом. Это некий фрагмент. Мы исходим от врат ада. У нас есть огромное количество фрагментов, которые делались как единая композиция. Это каскадное падение грешников в ад. Он их делает не только для создания этой композиции, он делает отдельные фрагменты, которые потом начинает вольно комбинировать. Создает абсолютно необычные, совершенно современные, вот даже по нашим временам, если вы сейчас взглянете, образы. И постоянно фотографируя их, он соединяет вещи, которые, по идее, скульптор его эпохи не мог соединить. Он соединяет несоединимо. Если руки делаются для одного проекта, голова делается для другого проекта, он делает некое соединение, он играет с этим, он играет с тем, с чем потом стал играть и Дюшан, и Горхол, и весь XX век работает с фрагментами. Поэтому о нем говорят, что вот этот вот и есть притеча современного искусства, вот, собственно, и есть Роден. И как вы видите, все, что там было выставлено, все это сделано в гипсе. То есть это и есть его истинные работы, работы модельера. Вот то, о чем я говорила, его стремление к аутентичности, утрата фрагмента композиции лишь усиливает ее энергетику, ее подлинность и так далее. И он изначально, это не отбитые части, случайно возникшие, а принципиально созданные в его скульптуре. Ну вот абсолютно как бы современный образ, который делался в XX веке. Потом он еще следующим образом играет с античностью. Он покупает вот фрагменты античной керамики, античных горшков. Части из них, естественно, фрагментарны, да. И он соединяет реальную античность, как в данном случае вот этот вот сосуд, горшок, и его скульптуру. То есть это постоянная игра с формой, игра с образом. Да, реально скульптура не знала таких вещей до него. Почему его признают великим? Потому что что такое скульптура той эпохи? Это, во-первых, мышцы ярко выраженные. Это красота тела, подчеркивание всех деталей, проработка всех деталей тела. Это форма, и это прежде всего сюжет. Сюжет, привязанный к мифологии, предположим. Или же это какие-то заказные скульптуры и бюсты определенных персонажей социальных и так далее. Создавать скульптуру, которая не имеет никакой ни социального, ни материальной подпитки, это вот начало современного искусства, по большому счету. Очевидный факт. А это, можно сказать, его апофеоз от хода, от канона классического искусства. Значит, вот этот кадр, который мы видим, опять-таки, с выставки в Тейт Модерн, это памятник Бальзаку. Значит, Эмиль Золя рекомендовал именно Родена, литературному обществу Франции для создания памятника Бальзаку. Естественно, памятник этот был отвергнут. Почему? Потому что... Показываю. Значит, тело вот оно. Вот это вот голый, собственно, Бальзак и есть. Собственно, у древних греков есть такое выражение – боги видят везде. Поэтому, создавая фактически абстрактную скульптуру, то есть, где нету тела Бальзака вообще, он на нем вот такой вот бесформенный мешок, хотя вот эти монашеские рясы Бальзак носил, вот эта бесформенность и его отсутствие, то есть, это абстракция с головой, он, тем не менее, сначала делает непосредственно тело Бальзака. А потом его уничтожает. Фактически, потом он создает вот эту его рясу, какой-то странный бесформенный халат, как промежуточный момент. А потом даже это исчезает из его модели. То есть, он это делает, пройдя все пути, как художник. Для него это важно, да? То есть, он работает все-таки от образа и идеологически приходит к бесформенности. Понимаете, в чем дело? Вот когда мы на это смотрим, нас это уже никак не шокирует, да? Для нас это настолько обыденный, как бы, образ, да? Он для нас уже является классикой. Сто лет назад это было настолько радикально, что была абсолютно невоспринимаемая публика, и, соответственно, этот памятник Бальзаков в то время не был установлен. Вот, собственно, как бы обосновывая, да, вот эти какие-то его влияния на современное искусство, да, ну, современные кураторы говорят, что, ну, вот он тогда создал за 36 лет скульптуру, которая можно вполне считать реалистической, то есть сюрреалистической, значит, а это вот как бы его непосредственный наследник его творчества, это Мэн Рей, который, который, вот эта скульптура, собственно, это завернутая в одеяло, машинка швейная, да, которая называется «Загадка Исидоры Дукас». Да, вот говорят о том, что вот именно памятник Бальзаку так серьезно повлиял на творчество Мэн Рея, что он даже вот некие такие посвятил, ну, так сказать, не то, что это посвящение, я не думаю, что Мэн Рей об этом впрямую говорил, но некие аналогии все-таки находят между этими двумя вещами. Значит, собственно, чем еще, когда мы увидели все эти вещи, которые выставляет Тейт Бирбриттен, мы видим самую важную вещь, которая отсутствует у Родена, да, вот в этих всех своих моделях он уничтожил позы, группы, это не имеет отношения к данной работе, к композиции. Это было бесчисленное количество живых поверхностей, да. Помимо поцелуя, да, одним из его, ну, выдающихся вещей является вот эта скульптура «Граждане Кале». Это скульптура, посвященная столетней войне между Францией и Англией, да, когда английский король Эдуард Третий, который держал в осаде Кале долгие, долгие месяцы, решил спасти жителей города своеобразным образом. Он повелел, чтобы самые знатные люди города вышли и вынесли ключи от Кале, и таким образом он снимает осаду и спасает от голода и смерти все жители. И знатные жители города, их было шесть, вышли, облачившись в такие вот, как бы монашеские простые одежды и неся на себе, на плечах своих веревку, да, таким образом, как бы демонстрируя свою покорность и так далее, да, и передавая ключи. Вот это вот совершенно гениальное по композиции, а самое главное по выражению чувства. то есть скульптура приобрела характер все-таки такого важного после классицизма, потому что, ну, конечно, там, когда мы смотрим на скульптуру Микеланджело Пьета, мы видим скорбь, мы видим там страсть, то есть не страсть, а горе и так далее, трагедию и так далее. Но что добавил Роден принципиально в изображении, в изображении вот эмоций и чувств? Он добавил движение, то есть через жесты, через это движение скульптур, он добавляет новую категорию в скульптуру. Это движение, с которым он очень серьезно работает, и вот эти граждане Калия, да, это вот одна из его вещей. Обратите внимание, да, что она опять-таки выполнена именно в гипсе. Ну вот как раз я вспомнила название этого прибора, да, который использовался, он назывался пантограф, когда маленький, а он работал с маленькими все-таки, лепил форматы, когда пантограф четко вымеряет, как сопоставить оригинальный, как бы, модель Родена с вот этими скульптурами в гипсе, в том числе граждан Калии. Значит, как я вам говорила, очень-очень важным местом для его, для его жизни было именно вот это вот вилла в Медоне, да, который, она стояла на холме, как парфенон, и знакомые Родена так говорили, это этот звучит, нет? И знакомые Родена так говорили, твой парфенон, когда имели в виду его виллу в Медоне. Значит, соседкой Родена в Медоне была Асидора Дункан. Асидора Дункан была частой посетительницей его вечеров, которые были в его доме, в его музее и так далее. И там, в его саду, она танцевала именно те произведения, которых большее, так сказать, значение имел не сам танец, а движение. Она, как и Роден, была очень увлечена Древней Грецией. Вот вы видите, она, в отличие от Родена, была в Древней Греции. Вот есть ее фотография как раз греческая. И они собирались вот этими мистическими обществами, причем значит приглашенные там туда, они не просто приезжали посетить Родена, посмотреть его музей, у них были такие мистерии. Значит, Роден говорил, что настоящую скульптуру можно создать только, когда ты ее слышишь и трогаешь. Когда смотришь на античную скульптуру, дотрагиваешься до нее, то есть ощущение, что кожа должна быть теплая. Скульпторов, кстати, той эпохи, когда пускали в Лувре, их допускали к тому, чтобы они трогали произведение античности. И в это время он работает не только с как бы пластикой произведений, с движением вместе с Ассидорой Дункан, она является в том числе его моделью, но еще и с светотени. То есть он приглашает днем своих посетителей, они наблюдают, как свет падает на скульптуру, как она переливается, какие оттенки возникают и так далее. А эти родения продолжались ночи, когда со светом свечи они переходили от одной скульптуры к другой и видели, как тень из свечи дает определенные тени на стенах и так далее, как будто они оживают. И в общем это была такая целая драматургия, чем Роден был еще знаменит. И вот Тейт-Бриттен нам показывает в том числе его работу именно с движением в скульптуре. Вот его гипсовые модели, которые нам это демонстрируют. И это вот как раз одна из вещей, которая создана в этом совместном творчестве с Дон Кан. Кстати, очень многие реальные модели, которые работали с Роденом, они всегда жаловались на то, что им приходилось огромное количество времени стоять в каких-то немыслимых позах, неестественных, как раз вот демонстрирующие движения. Значит, конечно, то, что работы Родена при его полном согласии и покровительстве тиражировались, это для той эпохи достаточно нормальная вещь. То есть основной претензии к современному искусству как раз тираж. Вот. Но это не изобретение 20 века, далеко, как мы поняли, да, это не его порог. Конечно, нельзя сравнить Родена с Джеффом Кунсом, у которого просто фабрика по производству скульптуры, потому что он все-таки делает что-то своими руками, он создает это, он не использует эти попа-попы, образы этих собачек, там, я не знаю, зайчиков и так далее, то есть вот эти вот скульптуры Китчу, он их создает, но тем не менее тиражность, то есть то, что мы видим в музее, по большому счету то, что называется скульптура Родена, не является созданной им собственноручно. Мы это должны уже как бы принять и это понять. кстати сказать работа с тиражностью была нормальным явлением в той же самой Франции до 1956 года. Вот был издан закон специальный, который ограничил тираж всего лишь до 12 копий. Современные скульпторы не имеют права делать больше, чем 12 официальных копий, в отличие от Родена. Значит, одним из выдающихся людей, которые как бы максимально, ну я не знаю, ярко и поэтично рассказали нам о Родене был Рильке, да, поэт Рильке, который был его секретарем и который оставил совершенно гениальные воспоминания, но даже не вспоминания, это скорее поэтические произведения, связанные с тем, что такое Роден, да, и вот я вот просто хочу вам кусочек прочитать для того, чтобы понять, что было идея его, потому что Рильке это максимально четко выразил, больше не было ни позы, ни группы, ни композиции, было бесконечное множество живых поверхностей, Роден воспринимал жизнь, которая была везде, куда ни посмотри, он воспринимал ее в малейших проявлениях, он наблюдал за ней, он шел за ней следом, он ждал ее на переходах, где она мешкала, он догонял ее, когда она бежала и везде находил ее одинаково великой, одинаково могучей, захватывающей, не было незначительной, ничтожной частей тела, они жили, жизнь стояла на лицах, как на циферблатах, легко читаемая, вся, целиком показывающая время, здесь она не притворялась, здесь она шла, у небрежных небрежная, у гордых гордая, сходя со сцены лица, она снимала маску и стояла, как была за кулисами одежды, человек стал церковью, но следовало показать, что у всех у них один и тот же бог, поэтому вот если будет Аказия, почитайте как бы Рильке его эссе «Гюстраден», это самостоятельное отдельное произведение. То, что Роден смог абсолютно преобразить карту мира искусства, это совершенно очевидный факт. То, что он перешагнул рамку своей эпохи, ну, мне казалось, не удалось, то есть, не мне, от Дейт Модрен удалось вам немножко продемонстрировать. Это похороны Родена в Медоне, где он собственно и похоронен. Как вы видите, копии мыслителя являются его надгробием. Он был настолько влиятельный, что к нему приезжал, например, английский король Эдвард VII. Да, все художественно-литературное общество Парижа и не только Парижа признало его самых выдающимся деятелем эпохи. Вот, значит, прежде всего за то, что он изменил вообще, ну, во-первых, от величия его личности, прежде всего, да, во-вторых, то, что он смог создать некий культ скульптуры, да, пробудить новые формы и новый интерес к нему. Ну, и за то, что он полностью изменил отношения, окончательно изменил отношения эпохи к скульптуре, не как части декорирования, он говорил о том, что в Брюсселе я понял, что скульптура может жить отдельно от архитектуры. Вот, собственно, все, что я вам хотела на сегодняшний день поведать. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok